Здравствуйте! В эфире новости на шестом канале. О самом важном в политике, экономике, бизнесе, культуре и спорте. Меня зовут Валерия Саенко. Сегодня в программе. А было ли убийство? Следком расследуют обстоятельства смерти матери шестерых детей. Женщина в последнее время, около двух лет проживала сожителем. Обращаются за поддержкой от газификации сел до безопасности жилых домов рядом с оживленными дорогами. С такими проблемами пришли к председателю ЗС. Наша задача сделать так, чтобы если чиновник пообещал, то он должен обязательно это вещание выполнить. 220 лет со дня рождения гения. Помнит ли Владимирцы творчество Пушкина? Я вам пишу, чего же более. Что я могу еще сказать? Региональный следком выясняет обстоятельства гибели 33-летней матери шестерых детей. Пользователи соцсети написали, что она была убита сожителем на улице Алябьева во Владимире. Следователи пока подтверждают, что женщина действительно умерла. Полицию вызвал сожитель, но о его действиях криминального характера следком пока речь не ведет. Смерть могла наступить в результате комплекса обстоятельств. Известно, что женщина стояла на учете в полиции. Непосредственно с ней проживала только самая младшая, 4-месячная дочка. С воспитанием других пятерых детей она не справлялась. Четверо были переданы на воспитание другим родственникам, и еще одна девочка находилась под опекой государства. Женщина в последнее время около двух лет проживала сожителем. Всякое, судя по материалам, было между ними. Но для того, чтобы сделать определенные выводы и принять партициальные решения, связанные с возбуждением уголовного дела, нужна еще работа следствия. Следком опровергают еще одну информацию о состоянии самой младшей 4-месячной дочки. Якобы, когда маму обнаружили мертвой, девочка в этой же квартире была в гематомах. Новорожденную под контрольным следкома отвезли в детскую областную клиническую больницу, где ничего ужасающего на ее теле обнаружено не было, и ребенка отправили в дом малютки. Сегодня я разговаривала со Светланой Альбертной Макаровой, главным врачом ОДКБ. Она пояснила, что ребенок полностью обследован и уже отправлен в дом малютки, поскольку каких-то отклонений и травм, вот как пишут в соцсетях, гематомы и прочее, это все не соответствует действительности. Ребенка отправили пока под контроль государства. Обращаются за поддержкой. Председатель ЗАГС Собрания области Владимир Киселев провел очередной прием граждан. Традиционно владимирцы и жители области обращаются к парламентарию по самым разным вопросам. Так жительница села Борисовская Суздальского района не знает, как защитить свой дом от потока транспорта. Женщины рассказывают, что жилье находится на оживленном участке дороги, рядом с крутым поворотом. Машины нередко заезжают прямо к дому. Сначала жители высаживали деревья в качестве зеленого ограждения, но их кто-то срубил. Потом люди самостоятельно установили ограничители со светоотражателями, но местные власти предписали их демонтировать. Все соглашаются с тем, что не очень удобно и дом расположен, и движение. А предписание откуда пришло? Мне прислала Павловская администрация. О том, что они ссылаются. Действительно, я не оспариваю, что они стоят незаконно на муниципальной земле, потому что это не наше. Беда сейчас в том, что мы эти отбойники демонтировали, проблема не меняется. Дорогу муниципальная для установки светоотражающих ограждений нужно заказать проект в специализированной организации. Он стоит около 20 тысяч рублей за километр. В бюджете муниципального образования сейчас нет средств на подобные работы. Владимир Киселев пообещал разобраться в проблеме и обратиться с письмом в администрацию Суздальского района. А вот жители одного из жилых домов на проспекте строителей беспокоят состояние дороги вдоль детского сада номер 63. Она грунтовая, присыпана щебнем. По дороге ежедневно движется немало машин, и людям хотелось бы сделать асфальт. То есть изначально активно пользовались подъездами от пятиэтажных домов, которые рядом располагаются. Но жители этих домов перекрыли сферами подъезда к нашему дому. И на все обращения в органы власти ответы были такие, что при застройке дома к нашему дому была предусмотрена дорога именно вдоль детского садика, которая грунтовая. Пользуйтесь, пожалуйста, ей, поэтому их ограждения законные. Письменные обращения от имени жителей дома передали в приемную спикера. На прием к Владимиру Киселеву пришла и жительница села Обращиха Суздальского района. Там необходимо газифицировать более сотни домов. Еще в 2011 году составили проектно-сметную документацию. Однако газа в селе нет до сих пор. Женщина, уже доведенная до отчаяния, она многократно общалась с представителями местной администрации, с представителями других органов власти Владимирской области. И, к сожалению, вопрос до сих пор не решен. Мы сегодня договорились с руководителем Газпрома нашего регионального, с Конышевым, о том, чтобы данный вопрос решить, ну, как минимум, хотя бы в 2020-2021 году. По крайней мере, вот такое обещание сегодня получено. Владимир Киселев подчеркнул, что одна из главных целей подобных встреч не просто выслушать людей, но и постараться помочь им на деле. Маргарита Махрова, Александр Машаров, Шестой канал. А теперь коротко о других новостях. Эксперты установили причину смерти девочки, погибшей в ванне своего дома. Трагедия произошла 27 мая в Лакинске. Школьницу нашли без сознания после принятия ванны. 12-летняя девочка отравилась угарным газом. Произошло это из-за неправильно установленного водонагревателя. Отработанный газ шел обратно в помещение. Родители девочки подтвердили, что установкой занимался мастер, которого нашли в объявлении. Расследование уголовного дела продолжается. Следком напоминает, что самовольная установка оборудования может быть опасна. Директора государственного полигона отстранили от должности. Руководитель лазерного полигона «Радуга» подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает Собинский городской суд. В отношении Владимира Яценко возбуждено уголовное дело. 31 мая этого года суд отстранил его от занимаемой должности. Отметим, что уголовные дела на руководителей лазерного полигона в «Радужном» заводят не в первый раз. На прошлой неделе захищение в крупном размере. Экс-директор «Радуги», который занимал свой пост в 2012 году, получил два года колонии общего режима. Уродливое ограждение на Соборной площади демонтируют. Об этом сегодня заявили в администрации города Владимира. Бетонные блоки, которые отделяют площадь от проезжей части, были установлены в соответствии с обязательными требованиями к паспорту безопасности. Требования эти необходимо выполнять для общественных пространств с массовым пребыванием граждан. Но Андрей Шохин поручил архитекторам разобрать замену бетонным блокам. В итоге на месте прежних ограждений появились 72 декоративных столбика. А блоки глава администрации распорядился убрать. Владимирцы окунулись в мир поэзии. 6 июня весь мир празднует 220-й юбилей великого поэта Александра Пушкина. В нашем городе по традиции день рождения встречают возле закладного камня к памятнику Александру Сергеевичу. Обычно на этом бульваре читают стихи для взрослых слушателей, владимирские поэты. Но сегодня формат праздника решили изменить. Это солнце русской поэзии, это наше достояние нашей культуры. Решили изменить формат, как бы пригласить детей. Не только на взрослое население, потому что все-таки часто 6 июня выпадает на рабочие дни. На Пушкинском бульваре сегодня много детей. Все они знают и любят сказки Пушкина. От рыбака и рыбки до Руслана и Людмилы. Ребят на празднике встретила няня Пушкина Арина Родионовна. А потом появились и самые популярные герои пушкинских сказок. И рассказали свои истории. Молилась золотая рыбка. Стала просить отпустить ее в море. Дорогой отпуг предложила. Сказки Пушкина детям читают и в детском саду, и в школе. Ну а как насчет взрослых владимирцев? Помнит ли еще творчество гения слова? Узнаем прямо на улицах города. Письмо Татьяны поучительное, содержательное. А можете рассказать о тревочек? Я вам пишу, чего же боли, что я могу еще сказать. Теперь я знаю, в вашей воле меня презрением наказать. Но вы к моей несчастной доле, хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Я бы предложил лучше прочитать стихи о Пушке. Мне очень нравится стихотворение Лермонтова, которое начинается со строк «Погиб поэт, невольник чести, палок леветный молвой, свинцом в груди и жаждой мести». Меня очень тронуло стихотворение Александра Сергеевича Пушкина к Чадаеву. Любви, надежды, тихой славы, недолго нежил нас обман. Исчезли юные забавы, как сон, как утренний туман. Даже спустя 220 лет Пушкин по-прежнему популярен и любим. Причем не только в России, но и во всем мире. Екатерина Корнилова, Егор Хребко, 6 канал. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Еще больше новостей ищите на нашем сайте 6tv.ru. А если у вас есть интересные новости, звоните 36 66 66. На этом я прощаюсь с вами. Оставайтесь на 6 канале. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин